Ничего себе, я переоделась в бикини, это что за прикол? Нормально? Вот это да! Всем привет! Рада видеть вас на моем канале Тилько Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами продолжаем играть в Яндеры Симулятор. Тут вышло небольшое такое обновление, я пока что из новенького заметила, это то, что появилась, короче, работа. Она называется вот так, part-time job. Вы можете ходить на работу от различного ранга своих прокачанных в школе возможностей. Например, работать в больнице, получить 160 долларов, в лаборатории на ранге третьем получить переводчиком, хостес и mortary assistant, то есть ассистент патолога-анатома. Ну, он вообще получает самый халявный, остальные нужно прокачивать. Ну, пошлите в больницу работать. Почему бы, собственно, и нет? Зарабатываем бабки, теперь необязательно играть в мини-игры. А сегодня у нас с вами новая соперница, ожидается, которая опять залупилась на моего сэмпая. Так, девочка из, короче, какой-то там семьи, она выглядит... А, это для нее нужно было очень много денег заработать, по-моему, для этой девочки. Опа, она любит ходить в бассейн. У меня есть идея, что с ней можно сделать, ребята. Так что поможем ей немножко загореть с вами, да, если она будет ходить загорать. Давайте, значит, первонаперво, первонаперво, надо будет потом в школе обязательно сохраниться. Так, ну, пошлите на работу, пойдемте снова в лаборатории поработаем. Почему нет? У меня уже почти две тысячи, кстати, долларов, и это великолепно. Что, у нас начинается новый день. Как всегда, надеваем трусики. Трусики нам нужны на социализацию. Где они? Вот, социализация студентов. Все, надели трусики. Или сегодня еще выходной? А, сегодня еще выходной? Ё-моё, еще один выходной. Ну, давайте еще поработаем. Я хочу в школу. У меня опять сандэй? Серьезно? Ребят, у меня сандэй. Так, нэп, да. Я хочу ночь. У меня опять сандэй. Вот, наконец-таки. Ой, мандэй. Наконец-таки понедельник, а то что-то, видишь, чуточку залагала игра. Так, все, надеваем те самые трусики. Все, трусики надеты. Поперли в школу. Берем с собой на всякий случай презервативы. Чтобы они были, если что. Если вдруг что-то пойдет не по плану. В начале недели я предлагаю нам сохраниться, чтобы понять вообще, где девочка отдыхает. Чтобы, если что, спланировать какие-то свои действия. Потому что я пытаюсь сейчас, помимо того, что мы смотрим на их какие-то новые задания, да. И как с ними теперь сдружиться. Я хочу параллельно смотреть и на другие аспекты своего поведения. То есть я по-другому от этих ребят избавляюсь. Вот что важно. Так, сейчас подождите. Ушко чешется. Если ушко чешется, нужно почесаться. С вас, как всегда, лайк. Подписка на каналчик. Мы с вами берем вот это. Мы с вами берем вот это. Мы с вами... Почему не могу сохраниться? Я хотела сохраниться, мне не дают сохраниться. Сразу чекаем эту Манду Ивановну. Так, вот она. Тегаем ее, чтобы знать. Наверное, нужно дождаться, чтобы они тут это самое. Добежали сюда. И будем с ней дружиться. Нельзя все еще. Давайте я перемотаю время чуть-чуть. А то она что-то меня реально бесит. Все, болтает с моим сэмпаем. Все, вроде бы вот. Все зашли. Теперь могу сохраниться. Все. А что? Нет слотов? Хорошо. Все, сохранились. Сейчас пойдем посмотрим, почитаем, что она любит, что она не любит. По-моему, у моего сэмпая появились усики. Это, по-моему, как раз-таки та самая девочка, которая сейчас будет мне загонять про бабки. И скажет, принеси мне столько-то бабок, бла-бла-бла. Короче, она богачка. Я иду между сэмпаем и этой девочкой. Ой, ой, ой. Да, да, я в порядке. Это ты в меня воткнулся. Привет. Ой, это со мной они здороваются? Слушай, если они здороваются так со мной, то это очень мило. Это значит, что я чего-то добилась. Ты со мной здороваешься? Нет, он меня не знает. Ты со мной здороваешься? Ты эгоистка, эгоистка. Могла бы поздороваться. Что за воспитание? Я хочу, чтобы со мной здоровались. Здоровайся со мной. Вот пес. Так, надо сразу отвлечь училку. Все, пусть выходит оттуда. Иди, там кто-то похихикал. Так, читаем, значит. Бента. Украдим бента. Никакой еды. Книжки. Читаем магазин. Это какие мальчики ей нравятся? Так, читаем дневник. Ой, мальчики, типа, это какие нравятся, не нравятся? Ну, вроде бы мы узнали, кто ей нравится, кто не нравится. Контрабанду пока. Привет. Я знаю, что ты любишь рисовать. Давайте узнаем ее просьбу. О, ты действительно со мной говоришь? Мне абсолютно не интересно ни с кем общаться. Подожди-ка, я чувствую запах денег? Ну, я же тебе говорю. О, господи. Типа, я хочу, чтобы у тебя было 500 баксов. Если они у тебя действительно есть, то тебе, типа, это не это самое. А, я даю тебе челлендж. Дай мне 1000 баксов. Да, тебе не показалось. Если ты реально богата, для тебя это не будет проблемой. Ты охерела? Ну, на. О, деньги для меня. Ты даешь их мне? Ха-ха, деньги, друзья. Да, мы теперь с тобой друзья. Что ж, мне нужно вернуться к более важным занятиям, деньгам. Охереть. Я просто подарила ей 1000 долларов. Этой девке я подарила 1000 долларов. Ребят, 1000 долларов. Мы просто с вами слили жопу. Представляете? Слили. Ацетон. Бариум. Фига здесь теперь такие здоровые эти штучки стоят. Хлороформ. О, а хлороформом-то по идее можно это самое. Людей-то как бы это. А я вроде бы химичить умею, нет? Дайте-ка я все заберу. Один фиг, мне пока заняться-то нечем. Я человек науки. Ну-ка, давай-ка попробую что-нибудь приготовить. Тирамин. Субстанция химии, которая дает хейдэйдж. Не знаю, что такое слово за хейдэйдж. Давайте почитаем, что такое хейдэйдж. Головную боль. Так, политель в слипе. Ацетон дает спать. Хлороформ дает спать. Это отрава. Это отрава. Dark smoke. Что это такое? А, густой дым. Ну, короче, мы можем делать хлороформ и ацетон. Окей, ладно, пошлите смотреть, чем занимается моя деваха. Да уйди, да что ты... Нет. Я хочу понять, чем она занимается. А, она как раз-таки пошла купаться, походу, да? А, я тоже так хочу. Я тоже переоденусь в школьное плавательное говно. Все, я теперь умею плавать, девочки. Пойдемте смотреть. Так, давайте вот здесь сейчас сохранимся на вот этом моменте. Чтобы у меня было сохранение. Я хочу попробовать ее или столкнуть, или как-нибудь что-нибудь... Я могу вот эти штучки таскать? О, я реально их могу таскать? 50 килограмм. А убрать я не могу. Слишком тяжелая. Ладно, там девочка стоит, смотрит. Я хочу посмотреть. Какой план? А, это она с вот этими девочками тут, да? Это она тут с вот этими девочками, да? Чилит. То есть, мне со всеми ими нужно примерно... Вот эту я могу отсюда нахер свалить. Вот эту не могу. Короче, мне нужно с девками проработать всю эту йовину. Короче, у всех какие-то задания. Так, она... У нее башка болит. Ну, короче, я поняла. Я могу ее столкнуть, но все увидят это, да? Да, я не могу. Здесь все смотрят. She's not asleep. Она не спит. То есть, она еще должна заснуть. То есть, получается, из всех девочек я могу только, чтобы ушли, типа, некоторые, да? А когда она будет спать? Ладно, давайте пойдем понаделаем. Я уверена, что пока что нам этого времени хватит. В любом случае, будем за ней следить. Если что, мы сохранены. Я надеюсь, что она еще в течение дня. Что, мне нельзя здесь ходить в пи... Извините, господи. Откуда я знала, что нельзя? Нет, ну такие вы, конечно, господи. Нельзя бегать в полотенце? Кошмар какой-то. Ладно, давайте, что? Шарфы сшить. Кому-то нужны шарфы, да? Мэйк бикини. Бикини сделаем. Может, кому-нибудь нужны бикини. Вдруг кто-то забыл бикини. Делаем еду. Ты мне прикинь, сколько народа мне нужно выгнать. Жесть, да? Я как будто стала кухаркой какой-то. Еще в идеале бы сходить к этой, к медсестре, взять таблетки от башки. А то там у половины девок башка болит. Вот она, наша медсестричка. Тетя. Дайте... Эй, тетя, не игнорируй. Дай таблетки. Дай таблетки. Дай таблетки. Все? Это все таблетки? Хорошо. Сейчас все сделаем. Все будет красиво. Сейчас расчистим плацдарм. Должна стать умной. Стольким одноклассникам я понаделала кучу всякого говна. Что еще? Еще где-то в воркшопе, наверное, какие-нибудь игрушки починить. Что мне сейчас надо везде по сусекам поскрепсти. Вот. Потому что у всех студентов плюс-минус одинаковые задания. Офигеть, конечно, я нарисовала рисунков, блин. Ты. Твоя просьба. Она попросила ей бикини, по-моему, сделать. Так, ты. Твоя просьба. Хорошо. Раз вы мои подружки, я хочу кое-что проверить. Я хочу просто-напросто попробовать сюда принести гирю. И посмотреть, насколько это сработает или нет. Потому что мне интересно. Так, а ты что тут стоишь? Я выполнила твою просьбу. Ты... А, окей. А куда мы дели? Так, беру вот эту штуку. Просто хочу попробовать. Я же сохранилась. Просто интересно. Да. Нельзя. Только толкнуть, но она спит. Она говорит, отвали. Хорошо, ладно. Надо придумать какие-нибудь еще идеи чего-нибудь интересненького. Но пока из интересненького ничего нет. А играть со мной она не хочет. Короче, пошлите учиться. Учение света, а не учение тьма. А у нас же, по идее, есть идея. Как это все делать? Вот. А так. Befriend. Betray. Betray. Это что такое? Betray. Предать, терроризировать, гореть, раздавить, тонуть, ток исключить, похитить. Блицетовство, яд, толкать, отклонить. Ну, в теории, можно ее зашеймить. Но я не хочу ее шеймить. То есть, например, мы такие, типа, гошип или что? Ask favor, follow me, destruct. Так, ну мы можем, типа, задестрактить ее, да? Можешь отвлечь. А, отвлечь. Она ее, типа, отвлечь. Go away, follow me. Так, go ship, социализм. Go ship, это, по идее, вот мы, типа, они сплетничаем, да? Нет, какая-то фигня. Не знаю, как это работает, я не умею эту штуку делать. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо. Ничего себе, я переоделась в бикини. Это что за прикол? Нормально. Вот это да. Ого, это, который я сшила, получается. Ничего себе. А никого не смущает? Мальчики, привет. Блин, вот это у меня сисяо, конечно. Ладно, перематываю время для свободного времени. Возможно, я так уже избавлялась от соперницы. Но, может быть, я ее путаю. Но мы подождем свободного времени и посмотрим, что будет. Главное, чтобы пацаны ушли. А то у меня с ними отношения как бы не очень. Ну, я такая, сисюля. Нормальная сисюля. Я думала, я другой купальник одену. Ха-ха-ха. Нормально. Вообще, смотри, какая сисюля стоит. Вот это принцесса сиси. Ё-моё. Отрастила себе буфирули. Офигеть, сисюльки, блин. Так, ну мы ждем свободное время. Я хочу посмотреть, чем она занимается в свободное время. Так, ждем. Тебя, Заюж, давай-ка я попрошу тебя отсюда нахер. Я не могу тебя попросить просьбу. В смысле? Мы же с тобой подружки. Подожди. А, ты другая. А, ну тогда свали отсюда нахер. Все, правильно. Пусть валит отсюда. Я жду свою подругу. А я думала, это та, которая изначально с утра сидела. Но они были одинаковые. Так, мальчики пришли плавать. Девочки пришли плавать. Ё-моё, ну это я хочу тебе сказать, не прям просто сделать. Так, подруга. Уйди, пожалуйста, отсюда. Привет. Можно я тебя попрошу отвлечь вон ту зеленоволосую девочку? Может быть, позже говорит? А может быть, ты пойдешь отсюда? Я сейчас это... Ты охерела? А если я нажму пуш? Ага, это не работает, она не спит. А почему она не спит? А если я перемотаю время? Не, ну это не честно, я считаю. Во-первых, эти бабы не хотят уходить. Подружка... Нет, у меня есть одна идея. Эта идея называется принести штуку под названием музыка. Вот это вот. Где-то магнитофон лежит. Давайте попробуем его взять. Сейчас я переоденусь в школьную униформу. Так, давай, берем вот это. И берем вот это. Вот в то только не переодеваемся. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет красиво. Я придумала тактику. Значит, нам нужно на третий этаж. Ой, а прикинь, прикольно, как кинуть в бассейн, короче, всю вот эту вот штуку. А как его взять? Радио. Все. Никого не будет смущать то, что я возьму радио? Все, никого не смущает, да? Все, я рада. Потому что, ну, мало ли вы там не любите людей, которые ходят с радио. Я не знаю. Вы такие иногда странные. Я такая, молодец. Так, беру радио. Мне нужно, короче, их сейчас всех отвлечь. Вы че? Девочки. Значит, музыка вас не смущает. Аполлоджайс. А, я могу извиняться? Нихера себе. А вы не охерели ли? Офигеть, реально могу извиняться? Жесть. Я могу извиняться. Класс. Ну, в целом, это неплохо, что я могу извиняться. Я надеюсь, что эти клуши куда-нибудь уйдут. Извини меня, пожалуйста. Я понимаю, что я тебя напугала. Прости, пожалуйста. Я не хотела тебя пугать. А тебя я тоже? Да я просто музыку включила. Ну, блин, они теперь обидятся на меня. Короче, они нет, нет, самое на радио. Не срабатывают. Они, короче, херово работают, девочки эти. Так, ну, я подожду. Посмотрю, что произойдет в пять. Пока что у меня идей по устранению этой женщины нет. Я хотела бы ее скинуть, но мне мешают вот эти девочки, и они не хотят отсюда никак уходить. Короче, пока что идей у меня нет. Но я сохранилась. И в следующей серии я обязательно никого не смущу. Так, я понял. Вас опять смущает, что я в бикини, я понял. Короче, я сейчас делаю немножечко другую тему. Мне стало интересно, что будет, если, например, я же ни разу так не делала, если мы возьмем какую-нибудь, допустим, девочку и избавимся от нее на глазах у чувака, который, вот этот детектив, что будет. Потому что мы так с вами еще не делали. Вот, раз уж я пока не придумала, как избавиться от этой девчонки, мы с вами тогда подумаем... Так, подожди, стоять. Убираем оружие обязательно. И взять с собой какого-нибудь дурачка так чисто. Привет. Ты можешь пойти за мной? Follow me. Пойдем. Я просто хочу показать тебе, как сильно я люблю эту жизнь. Ты идешь там? Давай. А я могу, например, ее выбросить в мусорку? Я же хочу тебя это... Значит, смотри, какая моя цель. Моя цель это, короче, вывести ее вот сюда за территорию школы. Смотри, я делаю вот так атак. Теперь смотри, я кидаю биту, беру девочку. Я хочу просто ему показать. Он знал, говорит, что это ты. И все? То есть так просто? Залил меня чисто перцовкой и все? Все? И поймал меня, да? Ясно. Ну, ладно. Короче, если у вас есть интересные идеи, как избавиться от моей новой испещенной подружки с голубыми волосами, то пишите. Если нет, то я подумаю сама, как это сделать. Но в любом случае, увидимся с вами в следующей серии. Так что обязательно до встречи. Пока.